В эфире мобильный репортер. Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что по вашему мнению достойно внимания, прямо сейчас на телеканале Татарстан 24. С вами Артем Захаров. Здравствуйте. В Нижнекамске пьяный водитель устроил ДТП. Обошлось без пострадавших, однако повреждения у автомобилей серьезные. Скрываться с места происшествия водитель не стал и решил дождаться сотрудников ГИБДД. Но до приезда последних местный житель решил взять на себя роль репортера. За рулем этой Лады Гранты пьяный человек. Он пьяный, да? Сильно что ли? А? Сильно. Ну, нормально. Здравствуйте. Вы за рулем? Да, я за рулем. Состояние алкогольного объединения? Да. Ну, ты знаешь, что тебя сейчас ждет? Да. В принципе. Виноват. Виноват. 15 суток ареста. Плюс возмещение ущерба за свой счет. Ты виноват, я виноват. Плюс ко всему мужчина с телефоном решил выступить и в качестве оценщика ущерба. Ты знаешь, на сколько тысяч вот это ремонт? А? На сколько ремонт? Не знаю. Ты тысяч на 200 попал? Нет, не попал. Ну, тут сильный, конечно. Он говорит, на 200 тысяч не попал. На 200 тысяч, говорит, он не попал. Я ему говорю объяснять, что на 200 тысяч он точно попал. Это минимум. Отмечу, что в комментариях под роликом пользователи соцсетей возмущались самоуправству мужчины с телефоном. Якобы он не имеет права устраивать допрос и снимать. Но, во-первых, съемка в общественных местах разрешена. Во-вторых, задавать вопросы человеку, на которые тот добровольно отвечает, не допрос. Поэтому, уважаемые всезнающие пользователи соцсетей, можете быть спокойны. Мужчина, снимающий происшествия на телефон, ничего не нарушил. В отличие от пьяного водителя, который лишь чудом никого не убил. В Казани на женщину, гуляющую с собакой, напал стаффордширский интерьер. Пес был с ошейником и поводком, однако хозяина поблизости не наблюдалось. Бойцовская собака мертвой хваткой вцепилась в шею домашнего пса, спасать которого пришлось прохожим. По сообщениям очевидцев, разжать челюсть интерьера удалось лишь клюшкой. Раненую домашнюю собаку отвезли в ветеринарку, она выжила. Терьер же сбежал, его хозяина найти так и не удалось. Она собаку белую задушила. Не задушила еще пока. Держи, 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 держи ее. Паразу убегу. Подержу. Наконец пришла весна, а вместе с ней грязь, подснежный мусор и бездонные лужи. По дворам не могут пройти мамочки с колясками, по дорогам автомобили не едут, а плывут. Выглядит это довольно грустно. Однако Татарстан в этой беде не одинок. Тонут автомобили из-за неработающих ливневок и у наших соседей. Народный артист Татарстана Салабат Фатхуддинов в своем инстаграме выложил ролик, который снял в Самаре. Пусть люди гуляют в Сочи, на море, в Эмиратах, а мы в Самаре плаваем. Море, море, мир прибрежный. Что-то мне подсказывает, что дорожники со своей работой не справятся никогда. Поэтому, может быть, нам стоит смотреть на эту ситуацию с юмором. Как Салабат. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер» и в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Кроме того, делитесь интересным контентом в любых соцсетях с хэштегом «Татарстан24». Станьте частью нашей рубрики, однако в экстренных ситуациях. Постарайтесь оказаться по ту сторону объектива. С вами был Артем Захаров. До встречи.